Янство бой! В Наринмаре обсудили способы и методы борьбы с алкоголизацией населения. Самовольные строения в центре внимания. Управление имущественных и земельных отношений провеет охотничьи избушки на легальность. Мы начинаем информационный час. С вами в студии Илья Сахаров. После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся наринмарский музыкант Леонид Яковлевич Лесянский. Его сердце остановилось на 73-м году жизни. Любимой песней наринмарцев стала песня «Деревянные дома», впервые исполненная Леонидом Яковлевичем дуэтом с Галиной Зиненковой. В 27 лет он приехал в Наринмар с Украины и навсегда полюбил Заполярье. Леонид Яковлевич долгие годы преподавал в музыкальной школе, затем в педагогическом колледже, работал с лучшими народными коллективами города, побывал с ними во многих населенных пунктах округа. Талантливый баянист и вокалист, он умел всех вокруг заразить творческим задором и любовью к песне. Коллеги и знакомые отмечают, что Леонид Лесянский был веселым человеком и никогда не унывал. В поисках лучшего решения в Наринмаре обсудили способы и методы борьбы с алкоголизацией населения. Круглый стол, посвященный этой проблеме, организовала прокуратура Ненецкого округа. Впрочем, больше говорили о том, как бороться с нелегальными торговцами горячительных напитков в городе и на селе, и о том, какую роль в борьбе с этой проблемой должны играть правоохранители. По мнению прокуратуры, на сегодняшний день есть серьезные пробелы в работе по данному направлению. Благодаря совместному обсуждению проблемы удалось выработать ряд важных решений и найти понимание, в каком направлении двигаться. 117 литров алкоголя в год. Именно столько, согласно данным статистики, потребляет каждый житель округа за исключением несовершеннолетних граждан. Несмотря на это, в прошлом году число преступлений среди несовершеннолетних составило 16% от общего числа. Львиная доля пьяных преступлений приходится на взрослых. Дебоширство, убийство, нарушение общественного порядка. Этот список продолжает и пьяное вождение. В прошлом году за руль в пьяном виде, причем уже лишенный водительских прав, повторно сели 26 человек. За 4 месяца этого года таких уже 16. Большой объем правонарушений фиксируется в вечернее и ночное время, когда продажа алкоголя запрещена. Тем не менее, купить горячительное в запрещенное время не составляет труда. По итогам прошлого года и начала этого из незаконного оборота изъято свыше 17 тысяч литров алкоголя. И работу в этом направлении необходимо усилить. Вместе с тем хотел бы отметить о недостатках в деятельности правоохранительных органов взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Необходимо нам активизироваться по расследованию преступлений, связанных с изъятием контрафактного алкоголя, выявлением точек сбыта. И здесь, к сожалению, есть как факты изъятия алкогольной продукции незаконной через сеть интернет. Это сегодня популярный способ. В этом же списке таксисты и те, кто торгует алкоголем на дому. Таким образом, к 53 юридическим лицам и 112 магазинам и местам общественного питания, официально реализующим алкоголь, добавляется не один десяток предприимчивых торговцев. Борьбу в этом направлении необходимо вести совместно, отметил глава региона Игорь Кошин. В этом году мы еще получили рост смертности от отравления суррогатной продукцией. Поэтому у меня просьба очень внимательно эту тематику обсудить. Отдельная будет просьба к нашим муниципалитетам. Определяйте границы в рамках своих полномочий, где разрешена торговля. Если говорить про город, то у нас есть как минимум два заведения, на которые постоянно идут жалобы. И в принципе, я думаю, что Гурсовет совместно с администрацией вполне самостоятельно рассмотрит проблематику. Просто расширит границы, где запрещена торговля спиртным. К решению вопроса подключились и правоохранители. Они внесли в собрание депутатов Нинского округа предложение об ограничении продажи алкоголя крепостью 16% и менее в организациях общепита. Там предлагается запретить продавать алкоголь с часу ночи и до 11 утра. Впрочем, законодательные запреты не всегда эффективны, отметили организаторы круглого стола. Здесь важна работа правоохранителей, в частности участковых, на местах. Сейчас в ряде случаев такая работа является провальной. Так, в марте текущего года ГУМВД России по НАУ было направлено для организации доследственной проверки порядка статистов 144-145 УПК РФ обращение от жителей поселка Шойна, поступившие в прокуратуру округа по факту незаконного сбыта одной из жителей с указанного населенного пункта спиртосодержащей жидкости. Проведение проверки поручено участковому полномочному полиции Волкову. Последний, не проведя ни одного проверочного мероприятия, принял решение об отказе в излучении главного дела за отсутствие действия указанного лица состава преступления. Выявлять нелегальных торговцев алкоголем сложно не только на селе, но и в городе. В действии в рамках законодательства невозможно получить реальную картину, кто, где, когда и какого качества продает спиртосодержащую жидкость. Все ее лица и индивидуальные предприниматели заранее знают о проверках в рамках 294-го федерального закона. Мы их уведомляем, и они, в общем-то, убирают с прилавков всю продукцию со стекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество и безопасность. Поэтому достаточно сложно их здесь поймать. Пока не решить проблемы с нелегальной торговлей алкоголем, не решить и проблемы с алкоголизацией населения в целом. По данным Ниинской окружной больницы, на учете с диагнозом алкоголизм в прошлом году состояло 642 человека. В этом добавилось и еще 40. Отчасти решить проблему помогут медицинские вытрезвители. Упраздненные ранее, они получили право на вторую жизнь. Сейчас в регионе ведется работа по созданию медучреждения. Пока же граждан на веселе доставляют в полицию. Вот у нас есть две камеры, куда мы можем помещать вытрезвление данных граждан. Одну из них постоянно занимает, во всем известном, наш хозяин Геннадий, который порядка 300 суток в году находится у нас. Вот одна камера свободная. К сожалению, этого недостаточно. Мы сейчас даже приняли решение, в совершении начальника управления, кабинет начальника дежурной части решили переоборудовать под дополнительную камеру. Между тем, отметили организаторы круглого стола, правоохранительным органам необходимо усилить работу в борьбе с теми, кто продает и теми, кто потребляет алкоголь вне времени и вне положенного места. Так, необходимо усилить оперативно-розыскную деятельность, качественно и проводить доследственную проверку, внимательно оформлять документы и реагировать на законные требования прокуратуры. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого округа вступает в борьбу с нелегальными охотничьими избушками. Признание строений самовольными будет осуществляться через суд. Данные мероприятия будут проводиться в рамках полномочий в сфере муниципального земельного контроля. На сегодняшний день управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого округа решается вопрос об обращении в суд в целях признания самовольными постройками охотничьих изб и иных строений граждан в районе заказника Нижнепечорские. Речь идет о тех постройках, по которым в управлении отсутствует сведения о предоставлении земельных участков под строительство. Владельцам избушек, заинтересованных в оформлении прав на них, необходимо обратиться в управление имущественных и земельных отношений. На прямой связи с главой правительства. Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с главами регионов. Тема – детский и летний отдых. Сегодня праздник мальчишек и девчонок. А в Наринмаре отметили Международный день защиты детей. Глава российского правительства провел селекторное совещание, посвященное вопросу организации летнего отдыха детей. Дмитрий Медведев вышел на связь из детского оздоровительного лагеря «Искра», куда приехал с рабочим визитом. Участие в селекторе приняли практически все регионы страны. Не остался в стороне и Ненецкий округ. Наш регион представили губернатор Игорь Кошин и его профильные заместители. Дмитрий Медведев выслушал информацию о том, как регионы подготовились к отдыху, совместно приняли решение по тем вопросам, где необходимо максимально оперативно устранить проблемы, которые остаются. Сейчас в детских лагерях жаркое время, они уже принимают детей, открываются первые смены. За последние годы мы все, я имею в виду и федеральная власть, и власти региональные, делали многое для того, чтобы улучшить состояние детских лагерей, потому что в какой-то период, в силу недофинансирования и других сложностей, многие пришли в упадок. В этом году большинство регионов сумело выделить деньги на летнюю кампанию на уровне не ниже 2015 года, что, конечно, очень важно. Принимаем во внимание довольно большие сложности в региональных бюджетах и проблемах в экономике. Рассчитываю, что и другие субъекты, которые еще решения таких, не приняли подтянутся, потому что это, безусловно, один из важнейших приоритетов региональной политики. Из бюджета Неницкого округа на летний отдых детей в 2016 году в рамках санаторно-курортного лечения выделено 72,5 миллиона рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2 миллиона 200 тысяч. За счет средств округа приобретено 868 путевок мать и дитя, из них 545 для детей и 323 для родителей. Госконтракты заключены с санаторно-курортными организациями санаторий «Митина» в Кировской области, санаторий «Юность» в Весентуках и санаторий «Дилуч» в Анапе. Отдохнуть и оздоровиться в детских организациях за пределами региона смогут 335 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На приобретение путевок в 2016 году предусмотрено почти 24 миллиона рублей, в том числе и с федерального бюджета 2 миллиона с небольшим. Все остальное – средства окружного бюджета. Кроме того, организована кампания по летнему отдыху детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, они отдохнут в детских центрах Орленок, Океана, Артек и Смена. В летнее время здоровье в профильных лагерях поправят спортсмены и молодежь округа. Кроме того, организованы летние площадки на базе образовательных учреждений региона. Ярко, празднично и по-детски весело. В Наринмаре отметили Международный день защиты детей. Традиционно он прошел на площади Марацей. Программа праздника охватила детей всех возрастов. Веселые аттракционы, батуты, игровые площадки и, конечно же, концерт, подготовлены работниками Дома культуры. Все это подарили организаторы праздника маленьким жителям округа. Где еще можно увидеть такое количество детей, как не 1 июня на площади Марацей. Сегодня здесь нашлись развлечения для всех. Большое количество малышей собралось около главной городской сцены. В роли ведущих сегодня дети. Все концертные номера подготовили детские коллективы. Для самых активных и непоседливых организаторы подготовили массу интересного. Например, для любителей пострелять – гигантская рогатка. Это уже давно полюбившиеся малышне аттракционы Angry Birds. Один за другим дети переходили с одной игровой площадки на другую. Здесь и батуты, которые традиционно собирают самую большую очередь из малышей, и рыбная ловля на магнитные удочки, и забрасывание колец, и гигантский боулинг. Ох ты, силач! Примерить на себя роль спасателя, забравшись на соответствующую технику, дети смогли у Дома культуры. Перед Арктикой расположилась выставка спецтехники МЧС. От желающих потрогать и пощупать то, что до сегодняшнего дня было невозможно, не было отбоя. Интерес, казалось бы, сугубо мужской техники проявили и маленькие дамы. Мне здесь так круто! Катя понравился? Хотела бы такой катер себе? Хотела бы быть пожарным? Пока родители занимают места для своих чат на различные аттракционы, дети не стоят на месте, общаются между собой и становятся героями этого сюжета. У маленького Никиты мы спросили, чего ему не хватает для полного детского счастья. Ответ получился неожиданным. Замка. Замка какого, расскажи? Высокого. Высокого. Длинного. А что бы там в замке было? Вот тут. Вот тут. Развлечения. Ну и попить там чего-то такого. Впрочем, и остальные дети отличились масштабностью своих желаний. Хотела бы нахать, да? Угнали на море. Ну там много горок и большой бассейн там. А там, ты думаешь, где бы его можно было поставить? На площади можно. На площади. Совсем неожиданное, искреннее и не по-детски взрослое пожелание прозвучало от мальчика Саши. Я бы хотела, чтобы у всех детей был дом, родители, родные, и чтобы они были всегда счастливы. И чтобы им было всего хорошего и отличное настроение. И чтобы у них была хорошая душа. К пожеланиям Саши теплых слов в адрес всех детей округа добавили и родители, которые пришли на праздник вместе со своими цветами жизни. Счастья, любви, ближних, естественно, здоровья хорошего, побольше веселья. И чтобы жизнь у них была всегда интересной, занимательной и в жизни было побольше всего познавательного. Детям мы желаем самое главное здоровья, быть счастливыми и жить под мирным небом. А ты чего пожелаешь? Настроение, соответствующее празднику и, конечно, массу положительных эмоций, детям дарили ростовые куклы. Тигр, пингвин и два дракона ярко-салатового цвета. Впервые на детском празднике на площади Маратсей расположилась приемная у полномоченного по правам ребенка в Неницком округе. На доверительную беседу с детским омбудсменом мог прийти каждый ребенок и взрослый. Самое главное – это доступность. Может быть, не всегда и взрослые, и дети найдут возможность, найдут время прийти непосредственно в наше помещение. Тем более мы сейчас переехали. Может быть, не все еще знают, где мы находимся. Поэтому мы решили сегодня сделать такой выездной прием. Конечно, приходили и дети, приходили и взрослые. Были и серьезные обращения. Поэтому я рада, что мы смогли сегодня помочь гражданам. И я думаю, что, конечно, праздник – это праздник. Наша задача – создать веселое, хорошее настроение детям. Но в то же время все-таки наша основная задача взрослых – это заботиться о детях и помогать им. О заботе о детях, внимательном отношении к каждому ребенку округа и, конечно, пожеланиям младшему поколению жителей региона, выразил губернатор округа Игорь Кошин. Всегда не только говорим о детях. Мы придумываем различные программы, различные мероприятия. На самом деле уровень любого государства отличается отношением к детям. У нас в округе поддержка детей, поддержка многодетных семей, поддержка тех родителей, которые занимаются воспитанием детей на довольно-таки высоком уровне. И мы продолжаем совершенствовать эту работу. Мы продолжаем придумать различные новые программы, новые виды социальной помощи, социальной поддержки. Потому что, знаете, как сказал известный классик, ничто в мире не стоит слезинки ребенка. Поэтому я хочу всех поздравить с праздником, чтобы детки всегда улыбались, дарили счастье своим родителям, дарили счастье округу и нашей стране. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Смотрите через несколько секунд. На лыжероллерной трассе прошел спортивный праздник, приуроченный ко дню отказа от курения табака. Бег против сигарет. На лыжероллерной трассе прошел спортивный праздник, приуроченный ко дню отказа от курения табака. Организаторы праздника, региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи от разъяснений о вреде курения решили перейти к практике. Вместо курения – вечерняя зарядка. Фитнес-тренировка прямо на лыжероллерной трассе. Выступающих за здоровый образ жизни собралось немного, но это отмечают организаторы. Уже хорошее начало. Мы против того, чтобы курить. Мы за здоровый образ жизни. Мы призываем к этому всех. Надеемся, что в этом году мы первый раз такую акцию проводим. Надеемся, что в следующем году у нас будет достаточно больше участников. Но это уже хорошее начало. Это уже не два человека. Пятиминутной разминки вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод. Спорт – это лучшее средство от стрессов, которым, как правило, и прикрываются курильщики. Веселая компания, свежий воздух и азарт преодолеть собственную лень делают свое дело. Несложные упражнения выполняют даже дети. Организаторы мероприятия посчитали, что такой метод действия будет гораздо эффективнее простых разъяснений о вреде табака. Ведь только на собственном опыте можно убедиться в том, что спорт дает куда больше радости, нежели курение сигарет. Мы пришли к выводу, к определенному, что простое раздавание листовок и норовоучения, что курение – зло, алкоголь – зло и все остальное. Нужно отходить от этого формата и переходить к реальному действию. Сегодня первый угли надеясником, который является тем самым действием. Я думаю, мы не в последний раз встречаемся на спортивном объекте. После небольшой зарядки выход на старт. Впереди полтора километра, которые каждый преодолеет в силу своих способностей. В борьбе за здоровый образ жизни все средства хороши. Кто-то на велосипедах, кто на роликах или скейтах, а кто-то просто в кроссовках сделал усилие над собой, доказав самому себе, что спорт – это жизнь. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». И на этом все. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trksever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова